Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Испании, город Таревьеха. Сейчас начало декабря, температура воздуха плюс 17 градусов. Я только что посмотрел. Да, 17 градусов. Это видео будет посвящено образованию детей. Мы в этом видео расскажем про школу, про кружки, короче, чем занять детей в городе Таревьеха. И, в общем, поговорим еще про Испанию. В этом деле мне поможет Назар. Всем привет! Он в этом деле эксперт. Он работает в компании Allegria. И будет отвечать на мои вопросы, которые... Ну, в принципе, я читал ваши вопросы под видео, поэтому буду их озвучивать Назару. Ну что? Всю правду. Да. Из Утайки. Погнали. Да, ну что? Поехали. И первый вопрос. Вот, когда человек приезжает в Испанию с детьми, как детей устроить в школу? Вот просто с нуля. А вот я приехал в Испанию, и что мне делать? Вот хочу, чтобы дети ходили в школу. Вопрос первый. В какую школу вы хотите, чтобы пошел ребенок? В Испании три типа школ. Есть государственные школы, есть частные школы, и есть concertado. Это отдельный тип школ, которые на самом деле финансируются государством, но которые являются прослойкой между государственными и между частными. Если вы ходите в обычную, да, в обычную государственную школу, то порядок действий таков. Вы, в зависимости от месяца, в котором вы приехали, можете подать документы либо в школу, либо в министерство образования, филиал министерства образования по месту вашего нахождения. Да, в каждом городе Испании есть этот филиал. Если вы приехали, вам повезло, вы приехали весной, да, то обычно в марте день открытых дверей во всех школах, в апреле-майе подача документов. Подача документов это вы, даже не подача документов, а документов, а это вы заполняете заявление и пишете, в какие вы хотите три школы, чтобы ребенок пошел. Далее происходит процедура присвоения, так сказать, места или не присвоения места. Зависит она от прописки в данном месте, где находимся мы, то есть это у нас комитет Валенсиана, да, Валенсийский автономный округ и, в частности, провинция Аликанте. То есть здесь первая роль, самая важная у прописки. Дело в том, что там присваиваются баллы, определенное количество баллов, и по этому количеству баллов ребенок попадает или не попадает. Больше всего баллов дает прописка. Поэтому можно прописаться рядом с этой школой. Это то, чего нельзя рассказывать, я вам рассказываю. Можно прописаться рядом со школой, в которую вы хотите, чтобы был ребенок, и подать документы, и он в нее попадет, скорее всего. Также играет роль место работы. То есть, если вы официально работаете, то близость не только места жительства, но и места работы родителей тоже влияет. И также, дорогие друзья, что стоит отметить? Если есть братья и сестры в этой школе, если есть у вас, например, социальные льготы, такие как много детей, многодетная семья, один родитель, семья с одним родителем, если есть какие-то социальные пособия, это тоже дает вам баллы. Вы это все дело подаете в, как я сказал, апреле-майе. Потом появляются списки, и вы либо попали в эту школу, в которую вы хотели, либо попали в другую школу. Если вы приехали в другое время года, то не отчаиваемся, не расстраиваемся, не пугаемся, а идем сразу в Министерство образования и говорим, мой ребенок должен учиться в школе, потому что, дорогие друзья, в Испании образование школьное с 6 до 16 лет обязательное и, ну, грубо говоря, бесплатное, да, на самом деле оно на деньги налогоплательщиков. И вы в этом заполняете в этом министерстве, собственно, ту же самую информацию, где живете. Нужна прописка обязательно, без прописки не получится. Документы можно не иметь, имеется в виду вид на жительство. То есть, ребенок ваш может ходить в школу без вида на жительство, только с вашими родными документами. И все заполняете в этом министерстве. Да, я вот сразу страшное слово, наверное, это прописка. У нас, получается, прописку получают те, кто, получается, людей прописывают хозяева, но здесь, я так понял, можно прописаться, вот, наверное, поподробнее рассказать, то есть, как сделать прописку. Вот если ты арендуешь квартиру, я так понял, то ты сам без проблем можешь в ней прописаться, правильно? На данный момент конкретно в городе Торевьеха можно прописаться, используя контракт аренды и документ, который подтверждает согласие хозяина вашего жилья, который вы снимаете, на то, чтобы вас прописали. Также можно принести, насколько я знаю, оплаченные счета за, например, воду и свет и пойти в офис прописки и прописаться. Также, я думаю, что это можно сделать онлайн, то есть, эти документы приложить в электронном виде и получить прописку. То есть, это не имеет никакой такой роли, как вот в странах бывшего СНГ, да, или как это сказать. Здесь это совсем не так. Вы можете прописаться в съемном жилье, и обычно все это делают. То есть, опять же, в том же случае, когда вы хотите, чтобы ребенок пошел в какую-то школу, люди обычно, сами испанцы, снимают какое-то жилье на месяц, прописываются там и подают документы. Это секрет. Друзья, смотрите, очень важно, что ваш ребенок имеет право на получение бесплатного образования в Испании, даже если вы не работаете, даже если вы не резидент, если у вас только есть прописка. На этом основании ребенок уже может учиться в государственной школе, да, поскольку в Испании образование, как я уже сказал, с 6 до 16 лет обязательно и бесплатное. То есть, все дети абсолютно в Испании должны быть или в школе, да, если на улице ребенок в возрасте 8 лет находится без родителей, то это, ну, мягко говоря, не очень хорошо. То есть, он должен быть в школе, поскольку это закон. И также, если ребенок в возрасте до 12 лет находится на улице без попечения родителей, да, то есть, можем немножко вот так забыть про то, что они там гуляют во дворе, а там вот это все, да. То есть, если они гуляют у вас на улице, то имейте в виду, что это очень серьезно. В Испании, да, или ребенок остался один дома, если что-то случилось, то это может быть причиной для того, чтобы власти задумались о том, оставить ли у вас права на этого ребенка. То есть, дети в Испании не могут сами бегать по улицам без родителей до 12 лет. Назар рассказывает очень много полезной информации, как для меня, которую я даже сам не знал. Под видео будет ссылка на YouTube-канал компании «Алегрия», там много тоже есть полезных видеороликов с участием Назара тоже. И там же будет Инстаграм, тоже можете подписываться и там задавать вопросы, кого что интересует. Вот, мало ли кто собирается приехать в Испанию, в Таревьеху, тоже без проблем задавайте вопросы, там вам ответят. Да, у нас очень активные аккаунты, поэтому пишите обязательно, вам ответят. Спрос не дарит в нос, как говорится. Еще интересуют вот частные школы. Какие они есть, на каких языках вообще что происходит? Частные школы, смотрите, частные школы, это школы, за которые вы платите. Стоимость в регионе Таревьеха, в районе Таревьехи начинается где-то от 250 за месяц. Частная школа обычно в Испании это либо британская, либо международная, либо частная, но испанская. Отличаются они системы образования. То есть, если это британская, то там будет не только и британский язык, но и британское системообразование. То есть, система образования будет не испанская. Если это испанская частная школа, то, конечно же, будет испанское системообразование, несмотря на то, что будут другие языки даваться. Также бывают французские, то есть не важно обычно, какая система образования. То есть на самом деле они очень разные и зависят от того, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы ребенок говорил на четырех языках, то вы идете, например, в Элимонар, у нас в ближайшей школе. Если вы хотите, чтобы ребенок имел какие-то особенные предметы, то выбирайте там согласно уже конкретно этим, потому что предлагают эти школы. И в НИМА-НИЕ, дорогие друзья, школы этого типа предлагают аттестат, который позволяет поступить в практически любой университет мира. То есть это международные сертификаты. Если ребенок заканчивает испанскую школу, то он поступает в испанский вуз. Если он заканчивает международную школу, то он может поступить в любое международное высшее учебное заведение. Стоимость, конечно же, варьируется. И есть такая особенность, которая на самом деле как бы палка о двух концах, поскольку с одной стороны, да, привлекрованное образование, контингент. С другой стороны, преподаватели, которые работают в частных школах, не проходят очень сложный путь, тот, который проходит в государственных школах. То есть самими испанцами считается, что государственное образование может быть, так скажем, более надежным, поскольку преподаватели в государственных школах, проходя специальные экзамены, специальное обучение, то есть преподавать в испанской школе государственной очень тяжело туда попасть, и нужно быть очень сильно квалифицированным преподавателем. В частных школах зависит уже от репутации, да, то есть там могут работать не только люди с высокой квалификацией, но и, грубо говоря, сват, брат и прочее такое. Это тоже секрет, я вам этого не говорил. Ориентируясь на репутацию, на тех людей, у которых там дети учатся, и, конечно же, на тех, кто закончил, кто-то поступил. И у нас остались Concertado, El Colegio Concertado. Это такие школы, которые, как правило, с религиозным уклоном, это не частные школы, они стоят дешевле, они функционируют за счет добровольных пожертвований, и на самом деле это государственные школы, которые являются прослойкой между частными и государственными. На самом деле они, ну, по качеству образования, примерно такие же, как государственные, но они более классные, да, то есть у них там, как правило, есть какие-то более красивые классы, все более, так скажем, прилично, и вы платите то, что называется добровольным пожертвованием, однако есть, конечно же, нижняя черта этих пожертвований, да, то есть от начинающей определенной суммы вы их платите, так это урегулировано законом, но, по сути, это финансируемые государственные школы. Все они, как правило, с религиозным уклоном, имейте в виду, то есть, да, вы отдадите туда ребенка, и он в обязательном порядке будет проходить католическую религию, да, имейте в виду, если вам это важно, что он будет молиться, он будет общаться с монахинями, возможно, и всяческие такие прочие вещи. Вот, по сути, дорогие друзья, это прослойка для того, чтобы люди, которые не хотят, чтобы ребенок ходил в обычную школу, да, но люди, которые не дотягивают еще до часа, то есть это нечто такое среднее. На вкус и цвет, да, раньше было очень сложно попасть в такие школы, но сейчас в таком регионе, как, например, Аликанта, из-за того, что очень много нас, да, мигрантов, иммигрантов уже попасть не так сложно, то есть сейчас уже все ведь попадают. Вот еще интересно, частые школы на каких языках, например, я понял здесь огромное количество людей с разных стран, вот основной язык, вот государственные школы, они все чисто на испанском, да, и тут это клава? Да, на испанском, и частные школы преподают на английском, конечно же, могут преподавать на немецком, на французском, то есть за пределами преподавания этих языков, на этих языках может преподаваться материал. Также важно на юге Испании, там, где мы находимся, в автономном сообществе Валенсия, второй язык, который, как правило, обязателен к изучению, это валенсийский, это валенсийский язык, в государственных школах он во всех есть, то есть ваш ребенок будет учить этот язык, хотите вы этого или не хотите, по закону вы можете отказаться, но, как правило, никто этого не делает, да. Если вы видите у школы надпись не у частной, а у государственной или концертады надпись, что она берингвальная, имейте в виду, что может иметься в виду испанский и валенсийский, да, то есть это не английский, испанский, это такой хитрый дюб, может быть, что просто это валенсийский, который на самом деле нужен тем, кто будет здесь устраиваться на работу для того, чтобы попасть на государственную должность, он должен прифигурировать у вас в резюме валенсийский язык. Вот, это такая информация для тех, кого интересуют языки. То есть преподавание ведется на языках государства и также на английском или каком-то иностранном языке в частных школах. Так, следующий вопрос по поводу системы образования. Вот, что-то на эту тему рассказать. Да, система образования в Испании вообще не такая, как принята у нас. Они похожи, да, но здесь с нуля до трех лет это детские сады, которые частные, то есть государственных детских садов практически нету, они в меньшинстве, то есть, возможно, какие-то есть, я не знаю, вроде как собирались их делать, но, как правило, с нуля до трех лет это именно частные детские сады. Далее, с трех до шести лет необязательное образование, которое называется Эдукационный Фантиль, детское образование, да, то есть обычно это уже при школах, то есть в школе с трех до шести лет есть классы, там же, где учатся первоклассники, да, вот эти вот, там, с шести лет, там же есть классы для детей от трех лет. С трех до шести лет они входят три года в эти детские классы, это не обязательно, но обычно все отдают для того, чтобы потом ребенок адаптировался легко уже к начальному образованию, которое у нас с шести лет. С шести до двенадцати лет Эдукационный Примария, это, наверное, начальное образование, я думаю, можно назвать, и с двенадцати до шестнадцати, секундария, это как-то второе уже, да, образование, и его еще называют институту, да, внимание, если вы слышите институту, это не институт, в Испании это, ну, ла эсо, ла эдукацион секундария, второе образование, как это сказать правильно, среднее образование, среднее образование, начальное, это, я так понимаю, с шести, у нас же совпадает начальное, да, начальное шести лет у нас. Ну да, да. Вот, с шести до двенадцати начальное, с двенадцати до шестнадцати, это среднее, в Испании это называется оно институтом. И после шестнадцати можно уже получить профессию, собственно, как и у нас тоже, да, и пойти работать. Либо можно пойти в бачей рато, это как старшие классы, и подготовиться к университету, вот, и поступить уже в университет. Рабочую деятельность в Испании можно осуществлять с шестнадцати лет, с пятнадцати, по-моему, по договоренности с родителем, что-то такое. Так, поговорим немножко о столовой, потому что в Испании это важно, в Испании вообще тема еды, это самая важная тема, испанцы говорят про еду 24 на 7. Смотрите, школьные столовые в Испании, обязательно, не обязательно, не обязательно, может не ходить. Школьные столовые в Испании не имеют отношения к школе, это отдельная фирма, которая предоставляет свои услуги, которая готовит детям еду. Для того, чтобы туда ходить, нужно, конечно, записаться, и у вас могут быть скидки. Для того, чтобы эти скидки получить, нужно подать заявление для того, чтобы верифицировали ваши, так сказать, доходы, да, то есть там ренту смотрят обычно, и также у вас могут быть баллы, также из-за того, что есть там, по-моему, ну, вот эти все социальные бонусы, да, многодетная семья, один родитель, инвалиды в семье, например, один, ну, какие-то там такие обстоятельства, да, это все может повлиять на скидки, так же, как и рента, то есть ваш уровень. Заработка, да, и налоги, которые вы платите, это все может повлиять, и вы можете получать скидку. Скидки варьируются, то есть они не, там, не два вида скидок, не три, их там вообще дофига, то есть вы можете там какое-то определенное процентное соотношение вам могут снимать, и вы платите меньше. Вот, платится обычно помесячно, но в некоторых школах нет такой возможности, то есть вы на весь год можете, должны заключить, то есть, да, что вы там будете платить уже точно весь год, каждый месяц. То есть вы прервать обычно не можете. Варьируются, да, все это узнавайте. Вот, также при школе могут быть кружки, в самой школе, да, в государственных школах они есть, но не во всех, да, то есть зависит от школы. Они бывают разные, их обычно бывают в начале года, то есть вы можете оставить ребенка, есть возможность оставить ребенка до начала занятий, например, начинаются они в 9, есть в некоторых школах специальные, так скажем, классы для того, чтобы оставлять, если вы выходите на работу очень рано, вы можете оставить в 8, например, да, а то и того раньше. И также вы можете оставить на кружки после школы, грубо говоря, на продленку, да, чтобы забрать ребенка не в 2, не после, там, например, этой столовки, а в 5 или в 6, да, тоже зависит от школы, то есть это все варьируется, это все нужно узнавать и обычно в госшколах это стоит, все эти кружки стоят недорого, поскольку есть ассоциация родителей. По поводу платежей в государственных школах здесь не платят, за занавески, за маникюр, биологички никуда ничего не платится, то есть вы платите за материал, за ручки, карандаши, тетрадки и вы можете также это купить, используя скидки от этого же совета родителей, да, ассоциации родителей. Книжки, тема книг, книги вы в Коммунидат Валенсиана здесь можете получать до определенного возраста, дети используют книги, в которых они рисуют, пишут, то есть одноразовые. Когда этот возраст у них, когда они используют книги одноразовые, вы получаете, можете получить, получаете, так называемый чеки либро, это скидка на покупку книг, то есть государство, Валенсийский Коммунидат, да, округ, выделяет вам 160, по-моему, если не ошибаюсь, евро на покупку книг. Вам в школе это выдают, то есть вы там подписываете, где нужно, вам потом пишут, что идите, заберите, вы получаете такую бумажечку и вы с ней идете в книжный магазин или где вы покупаете книги для ребенка, вы выбираете книги, которые вам нужны, собираете этот комплект, либо есть такие службы, которые вы, ну, оставляете заявку и вам собирают работники, например, в Карифуре, собирают комплект книг и потом вы, вам высчитывают эти 160 евро из вашей суммы, то есть вы платите минус 160 евро, да. Такая помощь, и когда уже начинается возраст, по-моему, это третий класс средней школы, начальной, начальной школы, когда дети уже не могут рисовать, там, писать, размалевывать, все, существует библиотека, конечно же, то есть так же, как и у нас, они передаются с поколения в поколение, здесь называется это все по-другому, не пугаемся, все узнаем, все переводим, гуглим, это та же самая библиотека, то есть выдаются на год книжки, после прошествия года вы их сдаете обратно, вот. Ни на что больше вы не тратите, ремонты классов не существуют, никакие там экстра нужды не существуют, максимум, что может быть, там скинулись на подарок училке, все. И то скидывается все очень мало, потому что... Следующий вопрос, это по поводу кружков, каких-то секций, вообще, чем дети тут могут заниматься и сколько это будет стоить? Да, смотрите, огромный плюс именно побережья Коста-Бланка, это то, что здесь очень много наших, да, и очень много кружков, которые, на которых дети могут заниматься чем-то, используя наш родной язык, да, ваш родной язык, мой родной язык. Любой из языков, которые есть среди иммигрантов, обычно здесь очень такая богатая языковая среда, поэтому вы можете найти кружки на любой вкус, чего нет в других регионах, да, то есть если вы эмигрируете или просто перейдете там на время в какой-то другой регион, ни на юг, ни на Коста-Бланка, вы навряд ли найдете клуб, не знаю, борьбы, да, с преподавателем из Белоруссии, который там будет говорить на нескольких языках с вашим ребенком, да, в том числе на языке, который он точно будет понимать. Есть местные кружки, да, испанские, и есть, вот, организованные соотечественниками, и, на мой лично взгляд, испанские проигрывают. Испанские проигрывают, потому что меньше выбор, потому что они все-таки другие, да, у них другая культура, и бывает, что не так интересно, не так интересно детям. И, конечно же, дело ваше, можете выбирать, вы можете выбрать на какие кружки, вы можете миксовать, да, отдать там на какое-нибудь испанское, там, карате и на какое-нибудь там рисование на украинском, да, или вы можете вообще любые кружки понаходить. И огромный выбор, огромный выбор, то есть в Таревьехе, в частности, рисование, даже, например, рисование, не один преподаватель, и, по-моему, даже не два, то есть их очень много. Есть спортивные секции, пожалуй, все типы. У испанцев достаточно много муниципальных, они недорогие, да, то есть они могут стоить немного дешевле, чем частные кружки, но, опять же, имейте в виду, что они отличаются. Да, то есть вам может ребенок после карате, а живой случай, мой ребенок ходил на карате год, и он за этот год, ну, я не знаю, научился делать кия, все. То есть, да, что для вас важно? Просто, чтобы он там тусовался где-то, не мешал, или чтобы он чему-то там научился? Сравниваем и пробуем, да, есть бассейн, в Таревьехе очень много спортивных кружков, есть спортивный комплекс муниципальный, да, есть бассейн, есть теннис, есть футбол. Футбол, конечно, потому что Испания без футбола никак, даже в таком небольшом городе, в Таревьехе есть четыре футбольных поля, и все, что касается у нас на вашем родном языке, можно найти все, что угодно. То есть это большой плюс, поскольку после испанских школ дети могут, конечно же, немножко подзабывать, терять, да, и вы можете совмещать, так сказать, полезное с, опять же, полезным. Да. Вот. А по стоимости примерно сколько? Смотри, по стоимости, обычно, по моим наблюдениям, практически любой кружок в эмигрантской среде, в Таревьехе стоит, ну, где-то 40, максимум 50 евро за месяц. Опять же, зависит, да, от кружка, то есть у кого-то это раз класс в неделю, у кого-то три класса в неделю, например, у меня ребенок ходит на борьбу, и у него там три класса в неделю полуценные, там, по часу, и всего лишь там 50 евро в месяц. И еще вопрос про летние лагеря. Что можно над этим рассказать? Смотрите, в Испании это называется обычно Escuela de Verano, летняя школа. И их огромное множество, но они примерно по времени такие же, как школьный день. То есть вы отдаете ребенка с утра и забираете его два, а то и раньше. Зависит от того, куда вы отдаете. Если это спортивный, например, летний лагерь, да, что я считаю лучше всего, то ребенок будет заниматься спортом, да, какие-то будут у него веселые мероприятия, будет бассейн. Это очень важно, потому что летом в Испании очень жарко, особенно здесь на юге. Но если вы отдаете, например, в летний лагерь при школе вашей, да, ребенок, например, ходит в школу, и они говорят, что мы делаем летний лагерь, то он у вас будет в этой же самой школе просто тусоваться в течение дня, да. Вот на этом, в этом школьном дворе, там, например, делать какие-то аппликации, рисовать, может быть, будут обливать его водой. И, в общем, мне кажется, ну, такая опция так себе. Только если вам больше, у вас некуда, вам некуда больше ребенка отдать, да, то можно отдать в летнюю школу, которая в школе же. Обычно детям там бывает скучновато и жарковато. Вот. Стоит это все очень дешево. То есть эти летние лагеря, я даже сейчас вам не скажу, сколько, но это, ну, это прям вообще. То есть я давал несколько лет подряд, отдаю в летний лагерь при спорткомплексе. И это что-то около трех недель, по-моему, там что-то 100 с чем-то евро. То есть это недорого. Учитывая, что обычно всегда дают, я сейчас делаю рекламу, все сейчас туда побегут и займут места, и мой ребенок не сможет ходить туда, не записывайтесь, это шутка. Дают пригласительные скидки на аквапарк, например, ездят на экскурсии, да, то есть там богатая такая, такая программа, вот, и стоит недорого. Обычно они недорогие, но обязательно заранее, только записывайте, только появились, информация появилась о том, что будет, сразу же бегом, потому что быстро очень заканчиваются места. То есть испанцы и вообще жители юга не любят много тусоваться с детьми летом, поэтому все записывают своих детей на детние лагеря. Имейте в виду, что вас никто не будет ждать, то есть бегом, бегом записываемся. Ну что, на этой прекрасной ноте будем заканчивать это видео. Я думаю, оно было очень полезным, очень информативным. Давайте напишем под видео огромное спасибо Назару за то, что... Я бы хотелось бы тебе, что ты взял это интервью, и что мне рассказали. Я как бы особо не спрашивал, я просто слушал, мне самому было интересно, потому что вот думаю тоже, что делать со своим ребенком. Вот теперь знаешь, что с ним делать. Ну да, да. Так что всем огромного счастья, мира самое главное. Спасибо, что смотрите, берегите себя, всем пока. Счастливо, спасибо.